Привет! Сегодня 26 марта 2024 года. В Челябинске закончился седьмой тур. Турнир стремительным домкратом приближается к концу. Сложнейшую и самую длинную на данный момент в этом турнире свою партию сыграл сегодня. Сегодня белыми играл ямальский молодой шахматист Тимур Сабиров. Очень способный тактик, много работающий над шахматами. В связи с тем, что вчера я неплохо вечером погулял, поел, спалось совершенно ужасно. То есть я всю партию играл сонный. Ну, то есть, сами понимаете, сложно быть выспавшимся, если каждый час просыпаешься от того, что Богдан Беляков наносит вам удар, ферзь бьет Д5. Блин, просто каждый час в холодном поту вскакивал. Вот, ну ладно. И было, в общем, принято решение. Если Тимур сыграет Е4, то сыграет скандинавскую. К скандинавской мой противник, в общем-то, был готов. Д5, взял ЕД, ферзь бьет Д5, конь С3. После ферзь Д8 уже на пару минут задумался. Обычно, ну, ферзь Д8 я впервые в жизни сыграл. Обычно я играл ферзь Д6 скандинавский. Ну, пока все нормально. Д4, конь Ф6, конь Ф3. И вот после хода с Ж6 Тимур уснул опять, ну, примерно на полчасика. То есть, мы давали друг другу фору. Роман Юрьевич дал фору, сыграл сомнительный вариант. А Тимур дал фору по времени. Вот. Вариант, конечно, опасный. То есть, я, наверное, больше так играть не буду. Потому что, ну, идея вот в чем. Сейчас вы увидите. То есть, ну, белые развиваются вполне логично. Аш-3, А-6, А-4. Идея в том, чтобы фианкетировать слона. И потом пойти отнимать пешку. То есть, черные нападают на пешку. Вот. А белые в свою очередь... Сейчас, момент. Одну вещь сделаю. Белые в свою очередь, значит... Эту пешку как-то не отдают. То есть, у меня была вот такая коварнейшая мысль. Вызвать Д5. Сыграть конь Б4. И эту пешку съесть. Вот. Но, когда мы получили вот эту позицию. Ладья А, Д1. Я смотрю, а брать-то ее нельзя. Ну, на конь Ф бьет Д5. Белые... Просто... Давайте сейчас посмотрим с вами. Скажем, на конь Ф бьет Д5. Белые могут просто разменяться на Д5. Два раза. И отойти Ферзем. То есть, вот. Слон бьет Д5. Слон бьет Д5. И просто сыграть условно Ферзь Е3. С идеей С4. И, в общем-то... Позицию черных, ну, совсем плохая. Вот. Как ни странно, ход А6 это первая линия. То есть, меня за этот ход уже успел покритиковать один шахматист. А6 первая линия. Вот. И вот после слона Ф4 в этой первой линии рекомендуется движком играть. Конь Ф бьет Д5. Ну, по-моему, странно. Потому что дальше следует все то же самое примерно. Все меняется. Ферзь отходит на Е3. В общем, я сыграл конь Е8. Этот ход, по мнению движка, ведет к поражению. Так. Вот так не высыпаться в моем возрасте. Конь Е8. Ну, самое простое, конечно, ладья Фе1. Ну, и на конь Д6. Слон Б3. И смотрим, куда дальше пойдут черные фигуры. Надо ходить А5. Ну, чтобы хотя бы слона вытащить. Белый конь идет на Е5. В общем, позиция, которую я не хотел бы играть второй раз. То есть, может быть, движок преувеличивает. И плюс 2,5. Это ерунда. Это не проиграно. Но такую, может быть, в Блиц еще можно играть. А в серьезное понятно, что белые тут разберутся и разорвут. То есть, черным просто некуда ходить. Вот. Так, давайте сейчас вернем это назад. Назад. Так. Значит. Вот эта позиция, она проигранная. Поэтому отмотаем до коней. Тимур сыграл конь Е4. Перевес белых тоже большой. Движок сначала написал мне, что надо играть Б5. Ну, С3 угрожает. А, и на С3 Б5, говорит, надо сыграть. И вроде черные держатся. Но я, конечно, пошел А5. То есть, чтобы коня точно не потерять. Естественно, С3, конь А6. Ну, и сейчас вот у меня открыто 6 линий стокфиша. Первая линия плюс 2,3 в пользу белых. Вторая плюс 2. Ой, шестая плюс 2,0 в пользу белых. То есть, любой ход. Аж 4 там. Главное, уверенно. Да. Ладьяев Е1. Эта вторая линия отличается от первой на одну сотую. То есть, ну, белые все поставили по центру. Все очень разумно сделал Тимур. Единственное, у него здесь уже начало катастрофически таять время. То есть, вот к этому моменту он уже загнал себя в цикнот. Вот. Если бы он играл увереннее, я думаю, что я бы не спасся в этой позиции. Не то, что... Ну, не победил бы точно. Значит. Конь бьет Д6. Ну, понятно, что слон Е5 выигрывает. Конь Е5 наверняка выигрывает. Конь идет на С6. Слона можно отвести даже на Д3. Не опасаясь взятия на Д5. Вот. В партии последовало. Конь бьет Д6. Конь бьет Д6. ЕД уже на одну слабость у черных меньше. Тут я уже с оптимизмом начал смотреть в будущее. Слон Б5. Конь Ц5. Появился шанс разменять тупого слона Б7. Очень сильный конь на Ц5. Ферзь Д2. Первая линия пока. Но на король Аш7. Первая линия уже Б4. Потому что черные не могут бить на Б4 и на А4. Видимо, там теряется конь просто после Ферзь Ц2. Давайте я покажу. Что вот Б4. И если черные меняются, бьют на А4. То после Ферзь Ц2... А, Ферзь Ц2 проигрывает из-за конь Ц3. Стоп. После ладья Ц1. Так конь не теряется. Тогда я мог пойти на эту плохую позицию. Ладья Ц1. Конь подвисает. Из-за него ладья... Не работает. И... И непонятно, какой следующий ход черных. Смотрите, конь не ходит. У него отняли почти все поля. Слон не играет. То есть, ну, Слон Ц8 это под Слон Ц6 еще. Ферзь никуда не может пойти висеть на Ц7. То есть, ну, понятно, что позиция безнадежная. Повторюсь, меня тут спасло, что... Тимур залез в Цейкнот и начал давать мне шансы. Конь Аш-2. Ну, конь Аш-2 такой ход. Ясно, что мат белая не поставят. Вот. У черных... Ну, я, естественно, Слон А6. И движок пишет, что на Слон Ц6. Так, как у меня Конь на Д7 оказалось. Никаких Конь Д7 не было, вы не верьте. Я сыграл Слон А6. Вот. И движок пишет, что на Слон Ц6 черным надо играть Слон Б7. С равной игрой. Ну, понятно, что когда у противника нет времени, равная игра это не то, что нам надо. Конь Д3. Пока что Тимур по первой линии. Ладья Е4. Движок считает, что опять же сильнейшие Конь Ц5. С целью на Ладья Е1 троекратное зафиксировать. А на Ладья Е3 Слон Б7 попытаться все-таки поменяться. Но, конечно, хочется... Роману Юрьевичу страшно хотелось не только спать, но и играть в шахматы. Поэтому последовала Ладья Б8. Слон Ж3. Но это уже серьезная неточность. После Слон Е3 не работает Ф5. Давайте объясню, почему. Потому что после Ладья Е6 белого Слона никто не ловит. На Ф4 он уйдет просто на Д4. Ладья на Е6 стоит здорово. То есть надо, видимо, играть... На Конь Ц5 белые просто съедят. Слон бьет Ц5. Потом сыграют Ладья Е1 и дадут мат по белым полям. Вот. То есть, видимо, надо играть Конь Е5. Ну, белые Слон Б5 разменяют Слонов. И, в общем-то, ничего хорошего тут нет. Здесь Тимур сыграл Слон Ж3 и я почувствовал, что могу начать играть на победу. Вместо Слон Е3. Вот. Естественно, Ф5. Это первая линия. А вот дальше очень интересно. Потому что на Ф5 последовала Ладья Е3 и у черных два хода. Я вот здесь достаточно надолго задумался, выбирая между отъемом качества путем Ф4 и таким добротным ходом Конь Е5. Хочу взять на Ц6 и с двумя слонами тут черные однозначно стоят с огромным перевесом. без белопольного у белых и Слон Ж3 не работает и Конь на Х2 застрял. Вот. На Конь Е5 мне не понравилось, что съедят на Е5 и после ДЕ сыграют Конь Ф3. Конечно, надо было идти именно на эту позицию. Итак, Конь Е5. В связи с угрозой Конь Бьет С6 и угрозой Ф4 у белых нет выбора. Слон Бьет Е5. Черные, естественно, улучшают свою пешечную структуру. Конь Ф3. Ферзь Д6. Вот до этого момента я досчитал. Оценил, что у меня поприятней. Вот. И белым здесь надо выбирать. у них... Ну, черные хотят пойти Е4, Слон Е5, Владья Ф6, вторая пойдет на Ф8 или на Ж8 и, в общем-то, перевес черных, на мой взгляд, здесь неоспорим. Он не очень большой, то есть, переоценивать не надо, но Ф4 это все-таки качество, хоть и за пешку. И вот эта жадность меня чуть не погубила. Владья Бьет Д3, Слон Бьет Д3 и теперь не Ферзь Бьет Д3, там я нашел, как выигрываю, ФЖ и Ферзь G5, то есть, там отличные шансы на победу. Слон Бьет и Ф4 и позиция равная. Ну, у противника минута, а то и меньше, то есть, Тимур очень рискованно играл там больше 30 ходов на минуте. Несколько раз делал ходы, когда у него секунда на часах оставалась. То есть, ну, неудивительно, что проиграл, ко времени надо относиться более бережно. Слон Ф5, Конь Ж4 и вот здесь я грубо ошибся. Ежу, понятно, что надо ходить Ж5 и потом ладья Ф7 вводить в бой там, где вторую. Вот ладья Б8, как только она окажется на Ф8, у черных будет выиграна. Ну, Ж5 ход просто необходимый. Еще была мысль сыграть Х5 с целью на слон Ж5 отойти ферзем на С8 и все-таки разменять белопольных слонов. Слон Д7 и защиты нет у белых от этого размена. То есть, у черных чистое лишнее качество. Это примерно вернее за пешку. То есть, ну, движок считает, что это преимущество примерно в полпешки, в три четверти пешки. Вот. Я сделал идиотский ход. Слон бьет Ж4. За такие ходы, конечно, надо бить по рукам. У противника образовался слон С6, который безответный. То есть, он может напасть на Ж6 и как там держать вообще непонятно. Ферзь H4 ход я... А, нет, ладья F7. Это мне этот ход мне понравился. Не пускаю слона на Д7. Хотя движок ругается. Вот. Слон B5. Ферзь H4 первая линия F3 и здесь слушайте, я играл по первой линии, а мне казалось, что я дурак дураком. Мне казалось, что самая правильная игра в этой позиции это ладья бьет F4 отдать вот это качество обратно. На ферзь бьет F4 пойти ладья F8. Потом поставить слона на E5. И хоть у нас нет пешки, но игра по черным полям настолько мощная. Ну, правда, движок смеется, говорит, ничья как угодно, типа дуролейтер, Роман Юрьевич старый, ничего не понимаешь. Ладно, я сделал, оказывается, ход по первой линии, хотя дико себя за него критиковал в процессе игры. G3, ферзь D8, и слон D3. Белые прицелились к пешке G6 и совершенно непонятно, как черным цеплять их короля. И, конечно, только такой уставший человек, как я, может не сыграть в этой позиции слон E5. Вообще, все было затеяно именно ради размена одного из слонов. То есть, белые не могут бить на А6, там, после ладья бьет F3, они точно получат мат. Им надо меняться на E5 и после D3 ставить слона на E4. Это я видел, это мне немножко не понравилось, а почему непонятно. Черные неизбежно проведут А5, ладья F6, ферзь встает на D6. То есть, условно говоря, король G7 пока что, потом ферзь идет на D6 при случае на C5, или ферзь D7 попытаемся слопать на А4. есть идея ладья H8 и вскрывать линию H. То есть, такая, ну, инициатива у черных, слон на E4 очень мощный, он все защитил, сам под защитой, но все-таки ладья есть ладья. особенно особенно если удастся разменять ферзей, а потом еще и ладьи. Если разменять ферзей и, допустим, перевести короля куда-нибудь на ферзевый фланг, то можно будет уже считать жертву качества обратную на F3, допустим, или попытаться вторгнуться по линии H. То есть, черным надо снять тяжелые фигуры с доски. Вот. Я вместо этого сделал идиотский ход ладья Е7 и после ответа противника мне просто стало плохо. Хорошо, что можно воду с собой носить. Король Ж2, то есть, у меня там была водичка, я немножко попил, пришел в себя. Смотрю, угрожает просто ладья H1, слон бьет H6 и белое мотует. Ферзь Е8. Тут у меня тоже время начало таять, потому что глубокомысленный отказ от размена чернопольных слонов. Он же тоже вытнял время. Вот. Ладья H1, белым плевать на пешку А4, Ферзь F7 ходить надо. Ж5. И здесь я поднял единственный ход, по мнению компа, король Ж8. Если Ферзь С2, то после АЖ слон бьет Ж6, Ферзь Ф6. У белых уже получше, но черные держатся. Тимур сделал самый напрашивающийся ход Ж8. Естественно я пытаюсь добраться до пешки Ф3. Ладья Х4 мне казалось серьезной неточностью, а движок говорит, что это первая линия. Ж5 и что здесь у нас просто нули. Ладья Ж4. Ну, слон бьет Ф4 Ф4, ЖФ, Король АЖ8, Ладья бьет Ж5. Был ход Ф5, поэтому наверное стоило начать с Короля АЖ8 Романа Юрьевича. Вот. Ну, тоже нули. Ферзь бьет Ф4, то есть на доске равный Ншпилю белых две пешки за качество и Тимур начинает ошибаться. То есть конечно Король Ж3 надо пойти поставить пешку на АЖ7 пешку на Ф4 и посмеиваться. То есть черные вынуждены заводить ладью на АЖ2 куда-то, но брать взять ни одной пешки они не рискуют, потому что при случае пешка Ф будет опасной. Впрочем движок говорит, что мне удалось победить. Итак, слон Е4 Ладья АЖ4 Ну конечно в этой позиции белые должны были играть АЖ7 и после Ладья АЖ7 разменялись Б3 С4 и ничья. Но последовало Ладья АЖ6 и после Ладья АЖ7 Ладья Е6 уже у черных лучше. То есть до выигрыша еще далеко. Сильный ход на мой взгляд в этой позиции последовал Движок говорит, что надо было просто Король Ж3 пойти не опасаясь взятия на Е6 но я собирался Королем выходить на Ф6 Король Ж7 Нет Ладья Е7 нормальный ход Ладья АЖ2 Король ушел съел на Б2 съел на С7 и здесь я сделал очень на мой взгляд хороший ход Ладья Ф6 не пуская Короля на Ф4 То есть вообще отрезал Короля Ой забежали далеко вперед Отрезал Короля чтобы на Король Ж4 можно было допустим дать шаг на Ж2 и на Линии Аш Король все время будет ловить матовые угрозы Вот То есть Король прикован к полю Ж3 Ну понятно что Ф4 надо было пешку поставить но следует значит слон Д3 Здесь вместо Король Ж8 и вместо Ладья Д2 я пошел Ладья Д2 был сильный ход Я пошел Ладья А2 но мы все равно придем к нужной позиции Ладья А2 слон Б5 Ладья АД2 слон С4 и повел Короля Король Ж8 Мне казалось что правильно здесь АС Б7 нападать на пешку Б6 да нельзя из-за Ладья А2 и на Ладья Б6 Ладья Бьется 3 это уже выиграно у черных Вот Задача черных вытащить короля в первую очередь Вот Значит последовало Ладья С6 в этой позиции Ой подвисает у меня комп чуть-чуть программа виснет Сейчас я пару линий сниму наверное Вот Король Ж8 и у черных уже лучше Появилась идея Ладья Д1 Где-то Вот Ну и белые пошли за пешкой Ладья С6 Ну оценочка у черных приятней но не более того Король Ф7 Ладья бьет Б6 Король Ж6 Эту позицию я оценивал как примерно равную Хороший ход Ладья Б8 был Еще более сильный ход был Ф4 и движок со мной полностью согласен на Ф4 и по большому счету нули черным чуть-чуть не хватило Вот Король Ф5 Король Ф3 Вроде ладью в бой ввели Ладья А6 Но Король Е3 И после Ладья А2 Нельзя играть Ладьей Аш потому что висит на Д2 То есть надо ходить Ладья ДН2 Вроде бы напали на мат в один ход Ладья ДН2 Но здесь и слон Д3 шаг достаточно Потом дай самое простое дать вечный шаг Сейчас покажу на доске слон Д3 Король Ж4 Слон Е2 Ну идти на Ж3 это еще пешка Ц пойдет вперед Там правда движок пишет что тоже битая ничья посмеивается Вот Но в партии последовала совершенно необъяснимая ладья Б3 И сейчас вот этот ход появится у вас на экране И все здесь уже строчка плюс 5 Я уберу движок чтоб он не вешал мне программу потому что дальше тут уже все просто Ладья Б3 ход вообще необъяснимый потому что я ходом Ладья А2 могу ее на Б5 загнать Ладья С2 не могу сыграть из-за слона Д3 шаг Но после короля Ф5 Ладья Б8 угрожает просто Ладья Ж6 шаг То есть если белые условно говоря пошли Ладья Б5 А давайте все Ладья Ж6 Ладья Д1 Грозит мат на H1 это очень важный ход единственный ответ король H2 потому что на ладья Б2 мы дадим шаг с H1 а когда он закроется то с H6 и съедим ладью теперь теперь король F4 и нет защиты от короля E3 короля F2 то есть ладья Е8 видимо а нет еще ладья D2 шаг грозит и король не может уйти на H3 ему придется идти на H7 да грозит еще ладья D2 но ладья E8 видимо последовало и на король H1 король G3 давайте я покажу то есть на F3 бить нельзя и заслон E2 шаг по-моему тут ладья D2 очень сильно погодите на ладья D2 слон E2 о крыша уже едет как-то тут белые черные выигрывают на ладья E8 это точно может быть достаточно ладья G1 пойти с идеей ну вот так вот просто с идеей уже взять на F3 потом если еще от шагов спрятаться на C3 вот последовало ладья F8 король прошел на F2 бить на F3 повторюсь нельзя и заслон E2 вилка и после ладья E2 король бьет F3 ладья E6 белые ну мат был уже неизбежен в общем ну так концовочка достаточно поучительная на тему роли короля в Эншпиле то есть белые могли не дать черным так активизироваться вот ну в целом в общем игралось очень тяжело всем кто болел огромное спасибо до завтра Продолжение следует...